МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Надо смотреть гораздо шире, потому что она имеет общероссийский характер. Сама по себе постановка вопроса давно возникла. Еще пять лет назад я предлагал президенту рассмотреть этот вопрос на госсовете, и после рассмотрения была принята программа по сносу аварийного жилья. Она завершается в этом году, но от этого аварийного жилья не стало меньше. За последние 25 лет в три раза увеличился объем ветхого жилья и в семь раз увеличился объем аварийного жилья. Ситуация нарастает, как снежный кум. Если учесть, что финансирование резко сужается, и по государственным каналам оно сократилось, а местные бюджеты оказались пустые. Сегодня осталось всего 6 регионов доноров, а 16 регионов, по сути дела, испытывают финансовый дефолт. В целом в региональных бюджетах на эти статьи ассигнования сократились на 22%. Если посмотреть, как население платит по коммунальным тарифам, то практически уже каждый четвертый не в состоянии полностью платить. Средняя зарплата сокращается, а доходы граждан за последние годы уменьшились почти на 20%. И в результате задолженность по жилищно-коммунальным тарифам составила в стране больше триллиона рублей. Возникает вопрос, как решать эту абсолютно аварийную проблему, если продолжать и дальше также финансировать ее, как финансируют сегодня. Поэтому, готовясь непосредственно спланировать новый бюджет, хотел бы обратиться от имени нашей фракции и партии к президенту, который будет на днях отвечать на вопросы граждан страны. Что нам делать с этой проблемой, когда объем аварийного жилья и ветхого увеличивается в разы, а финансирование продолжает сокращаться? На Санкт-Петербургском форуме заявляли о том, что растет экономика. Я внимательно исследовал, как она растет. Она растет только за счет роста цены на нефть. Вся обрабатывающая промышленность продолжает и дальше проседать. Это происходит на фоне того, что почти 50% достиг износ оборудования, и он тоже нарастает. Страна стоит на миллионе километров трубопроводов, начиная от квартальных сетей до магистральных. 600 тысяч из них снили и требуют обновления и капитального ремонта. Даже если завтра у вас будут большие деньги, трубы и хорошие строительные подразделения, вы не можете в один год заменить такой объем. Вы должны планомерно решать эту проблему. Никакой планомерности в ее решении нет и пока не предвидится. Общая ситуация аварийности в жилищно-коммунальном хозяйстве усугубляется тем, что граждане страны продолжают нищать и не в состоянии купить и обновить свое жилище. Вместе с тем почти 40 миллионов граждан живет в жилье, которое требует капитального ремонта или сноса. 40 – это огромная цифра, практически каждый второй. Мы предлагаем рассмотреть наши предложения и президенту, и правительству по формированию качественного и нового бюджета. Если принять наши четыре закона, которые мы подготовили, от национализации минеральной сырьевой базы и ключевых отраслей производства до решения проблемы, связанной с введением госмонополии на спиртоводочную промышленность и табак, то наша казна может быть увеличена на 7-8 триллионов. И тогда будет бюджет развития. По-прежнему бюджет наш спланирован в размере 13,5 триллионов. И то, что предлагают специалисты из правительства, как показал вчера отчет Орешкин у нас во фракции, ситуацию в принципе не меняет. Более того, если международная часть президента была довольно убедительной, основательно освещена на Санкт-Петербургском форуме, то проблемы экономики там господствовал Кудрин вместе со старой либеральной политикой, которая и привела страну, и жилищно-коммунальное хозяйство к такому неблагоприятному состоянию. Причем у них один и тот же рецепт. Продолжаем распродавать последнее. Даже авантюристическое предложение продать в ближайшие 5-7 лет всю нефтегазовую промышленность. Уже продавал Чубайс вместе с Кудриным всю электротехническую промышленность и энергетику. Что мы получили? Мы получили очень высокие тарифы и отсутствие возможности развивать реальное производство при таких энергозатратах. Теперь предлагают убить последнюю дойную корову для того, чтобы остаться с голой кассой и с аварийным жильем и полным развалом коммунального хозяйства. На мой взгляд, это совершенно преступное предложение, которое не может даже и рассматриваться. Мы подготовили свою программу. Недавно ее утвердил СЕС. 10 шагов достойной жизни. Под каждую из этих позиций подготовлена 21-я отраслевая программа, начиная от развития сельского хозяйства, промышленности, станкостроения, робототехники, электроники до проблем, которые связаны с народным образованием. Одной из ключевых тем на Санкт-Петербургском форуме было образование и наука. Причем самое удивительное. Те, кто там выступал, отмечали великолепные достижения русской советской школы, переняли почти полностью методику и порядок преподавания, обучения и в Финляндии, которая стала светочем в Европе по образованию Швеции, в ряде других стран. У нас по-прежнему продолжается эгидизация школы. Вот сейчас, в том числе и мои домашние, сдают экзамены соответствующие. Это похоже на спецоперацию. Тебе приходишь, тебя обыскают полностью, вывертывают все карманы, отнимают даже бутылку воды, сопровождают, со всех сторон на тебя смотрят камеры, и ты сидишь, как подопытные животные на этом экзамене, якобы ты сдаешь экзамен. Сдал экзамены, подался в учебное заведение, тебе придется платить. 60% уже платного образования окончил. Посмотрите, как трудоустроились те, кто окончил. Даже те, кто окончил с красным дипломом, половину не получили работы по профессии, только в силу того, что не строятся рабочие места, и не создается современный производство. Короче говоря, вся система образования и научной подготовки, она передрана с американских лекал, и направлена только на то, чтобы убить возможность творческого развития молодого поколения. Те, кто проявляют таланты, вынуждены бежать и уезжать за рубеж. Я уже не раз говорил и снова предлагаю, и прошу президента ответить и на этот вопрос. Почему полтора миллиона наших лучших специалистов, самых талантливых инженеров, ученых и математиков, по-прежнему вынуждены скитаться за границей? Почему они не возвратились в родные институты и лаборатории? Почему они не привезли сюда уникальный опыт? Почему Китай смог решить эту проблему, и рванулся и в космос, и в ядерной физике, и сегодня уже готовят программу освоения Луны? Почему обогащают биологейца из 100 лучших математиков 50 русских? Почему они там? Почему вы им не предложите хороший КТС, прекрасную работу, приличную зарплату и решение проблем, в том числе, связанных и с кибербезопасностью? Один из лучших столов в Питере был по кибербезопасности. Планета уже тратит на кибербезопасность 500 миллиардов долларов в год. 500 миллиардов, и ни одной фирме не гарантирована безопасность. Нет 100% гарантий. Эта опасность нарастает тоже с невероятной быстротой. Вместо того, чтобы собрать лучшие мозги и лучшие таланты, лучшие программисты, обеспечить свою надежную безопасность, начиная от систем управления, кончая работы электростанций, метрополитенов и всем остальным, вместо этого опять растранжируем свои мозги с помощью ЕГЭ и всей этой спецоперации, которая называется «Реформы народного образования». Мы предложили свой закон на эту тему. Закон продуман лучшими специалистами, апробирован в лучших школах. Промышленное производство и сельскохозяйство апробировано в народных предприятиях. Мы только что сдали лучшую стране в школу в нашем совхозе имени Ленина, которая отстроена по самым современным меркам, в которой школа будет введена 1 сентября с полным оборудованием и лучшей системой подготовки кадров, которую питала все самое гениальное из русской и советской школы. Я хотел, чтобы президент в ходе ответа на вопросы учел эти три наши просьбы. Надеюсь услышать вразумительные ответы, но заранее хочу сказать, что его правительство в таком составе не в состоянии решать финансо-экономические проблемы. Оно оставляет кассу пустой и в результате начинает страдать в том числе и национальной безопасности. Сокращение оборонного бюджета почти на триллионы дальнейшего урезания приведет к тому, что даже те программы, которые сегодня поставлены на поток, будут урезаны и приостановлены. Я надеюсь услышать эти ответы 15 числа, когда будет большая пресс-конференция президента.